Юрий Игнат присоединяется к эфиру «Фридема». Юрий, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Юрий, ну скажите, пожалуйста, как в целом, много ли военной авиации Россия перебросила в Беларусь за все эти месяцы войны? И чего стоит ожидать с началом вот этих анонсируемых учений с 16 января? Может ли активизация той авиации отражаться, в том числе и на частоте, возможно, объявления о воздушной тревоге в Украине? Ну, начнем с того, что военные маневры любого характера, либо они проводятся в мирное время, либо это военное время, они, безусловно, составляющая часть всего того, что происходит в армии любой, любой армии мира. И у нас, в том числе, проходят учебные полеты, курсанты занимаются отрабатыванием своих летных часов с инструкторами, так же само и оккупанты. Формируют с Беларусью определенные какие-то подразделения. Вы знаете, что формируется группировка войск смешанных, которые для каких-то целей защиты, на самом деле, они говорят, мы понимаем, что это не так. И военные учения это составляющие армии, без этого не обойтись, потому что даже отрабатывание задач в воздухе, это боевое слаживание, это четкость и взаимодействие в воздухе при нанесении ударов, при просто выполнении патрулирования. Это все важные составляющие. Поэтому они решили провести и такие вещи. Но не исключено, что это имеет и какой-то характер отрабатывания каких-то совместных действий. Мы знаем, что на начало вторжения России белорусские воздушные силы были не в самом лучшем состоянии. То есть та техника, которая у них есть, это устаревшие образцы советской техники, такие же, как и в Украине. Ну, Россия использует там свою группировку авиационную. Это и вертолеты, и истребители. Именно вертолеты в большом количестве были использованы именно с территории Беларуси для атаки Киева и области. То есть аэродромов вокруг Киева. Это была цель номер один, захватить именно эти аэродромы. И вертолеты, как вот та часть авиации, находившаяся на территории Беларуси, по руслу Днепра, заходили в большом количестве именно на столицу. Это, да, это действительно такая вот головная боль. Вертолеты летят им не низко. Нужно иметь достаточно средств для их, для того, чтобы определить их так радиолокационно. И достаточно средств для того, чтобы их сбить. Мы говорим о сотнях вертолетов, которые были использованы в начале военной агрессии против Украины. Ну, понятно, что сейчас наша ПВО, радиовоздушная оборона, укреплена, усилена. Понятно, что идут определенные, создаются условия для того, чтобы враг не смог подлететь даже к границам наших. Поэтому то, что они там отрабатывают, пускай себе отрабатывают, наша задача следить за каждым бортом, который передвигается. Около пяти основных аэродромов использует Россия на территории Беларуси. Она размещает там и тактическую авиацию, и вертолеты, и специальную технику такую, как А-50, который следит радиолокационно за воздушной остановкой на территории Украины. То есть все эти борты, что там сегодня присутствуют, известны высшему военному руководству. Поэтому наша задача следить за ними и укрепляться, ждать помощь, которая уже озвучена военная. Это имеется в виду средства ПВО и другие, для того, чтобы усилить наш воздушный щит. Да, Юрий. И вот мы на этой неделе в нашем эфире общались еще со спикером Госпогранслужбы Украины. Он говорил о том, что сейчас под постоянными обстрелами со стороны России находятся Черниговская, Сумская, Харьковская области. Отмечают, что на данном этапе обстрелы со стороны Беларуси не ведутся. Как вы считаете, с чем может быть связана вот эта настораживающая тишина? Ведь раньше мы помним, что все-таки велись эти обстрелы. Ну, это зависит от политического решения. Хотя какая там политика уже в Беларуси. Понимаем, что страна полностью оккупирована страной-агрессором России. Но, как бы там ни было, оттуда нет таких действий, которые действительно были бы именно огнем. То есть артиллерия, как это замечается со стороны России в приграничных. То та же Сумская и Черниговская области. Поэтому, с чем это связано? Ну, пока что Беларусь, ну вот таким образом, как мы с вами говорим, не вовлечена пока. Но нужно готовиться к любым провокациям. Нужно быть на чеку и держать порох сухим. Да. В сети появились фотографии российского ударного БПЛА «Форпост», который рухнул накануне в Белгородской области. Есть такие сообщения от военных экспертов. И есть информация, что он был вооружен бомбами КАП-20С. Вот эти кадры. Что можете сказать о падении этого БПЛА и об использовании армии оккупантов, в целом этих дронов, в войне против Украины? Ну, тут сработала отлично российская противовоздушная оборона, которая сбила свой БПЛА. Мы определенно оценим такой подарок. Но этот БПЛА не раз был целью для нашей ПВО. Не один уже такой именно «Форпост» имею в виду этот тип был сбит на протяжении этой войны. Также были сбиты ударные БПЛА «Ореон», тоже ударного типа. Также, ну, не имея в виду «Камикадзе», так вот. И также было сбито несколько иранских ударных БПЛА «Махаджир». Это вы имеете в виду, что российское ПВО сбивает свои же БПЛА сейчас? Ну, этот «Форпост», скорее всего, сбит российское ПВО. Поэтому «Френдлифайр», так называемый. Ну, это хорошо, да. Но я говорю, что мы не раз сбивали этот БПЛА ударного типа, такие же, как наш Байрактар, турецкого производителя. Вот это большой даже комплекс ударный, который может выполнять много задач от разведывательных и до ударных. Поэтому машина ценная, таких у них несколько есть именно российских. Но в основном целью нашей ПВО все-таки продолжается, продолжает быть в массовом применении. Это «Орлан-10», который беспилотный летальный аппарат оперативно-тактического назначения, который может залетать вглубь нашей страны. Особенно это происходит во время обострений, так, во время ракетных ударов, которые наносят по критической инфраструктуре. «Орланы» используются довольно-таки часто. Ну и часто, вы видите, в сводках наших и в сводках Генерального штаба, что они часто стают статистикой, скажем так, разбитых БПЛА. Юрий, на этой неделе штормило в Черном море. Россия не выводила свои корабли. Вот накануне глава Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что сейчас все-таки в акватории Черного моря появилась подлодка с четырьмя калибрами. Вероятно, что Россия вновь готовится к очередному массированному удару по Украине. Ну, я не сказал бы настолько, что готовится что-то или не готовится. Но лодка там всегда была. Она вышла просто в район Пуска. Проплыла несколько миль, вышла там, остановилась. Но это одна лодка, это четыре ракеты может максимум выпустить. Поэтому часто вспоминают в сводках тоже военные наши структуры, генеральные штабы, другие, что в Средиземном море, мол, тоже есть носители, корабли, общим залпом 72 ракеты. И вот постоянно эта информация тоже будоражит сознание наших людей. Но я скажу так, что Турция придерживается своих обязательств. То есть это конвенция МТР, которая избегает попадания кораблей флота России в Черное море. Поэтому в Средиземном они как стояли, так и стоят. И, надеюсь, и будут стоять. Вряд ли они осмелятся наносить удар оттуда, хотя дальность позволяет так, через страны НАТО. Поэтому то, что есть в Черном море, пока мы собираем еще на морские дроны. Поэтому вот это нам и угрожает сегодня калибрами. Но я хочу сказать, что калибры, именно те, что носители, которые находятся в Черном море, применяются при массированных ракетных ударах не в большом количестве. Мы видим 10-15 ракет за удар может быть использована именно с акватории Черного моря, той группировкой кораблей врага. Юрий, на этой неделе в Минобороны Российской Федерации произошли кадровые изменения. Известно, что чуть-чуть подвинули Суровикина. Суровикина называли в свое время генералом Армагеддоном и якобы приписывали ему то, что все вот эти все удары по объектам инфраструктуры, энергетической инфраструктуры Украины, это его идея. Как вы считаете, изменится тактика ведения войны после того, как всем стал теперь править там Герасимов? Стоит ли ожидать, что массированных ракетных атак не будет? Тут трудно сказать. Игра в пятнашки в российском политикуме, если можно их называть в этой группировке преступной, это их дело. Не думаю, что одним Суровикиным или Герасимовым, или даже Путиным обстоит дело так. Я думаю, что там принимаются коллегиальные какие-то решения по поводу нанесения и массированных ударов, и вообще тактики и стратегии захватнической войны. Поэтому нам нужно делать то, что мы делаем, а именно деметализировать врага, уничтожать группировку Вагнера и другие. Чем больше они понесут потерь, тем быстрее Украина обретет независимость и победу. Поэтому то, что они там у себя друг к другу перегрызать будут горло, это нам только на руку. Буквально полтора часа назад, как в информационном поле появилось интервью BBC, которое дал Алексей Резников, Минобороны Украины, министр обороны Украины, он говорит о том, что Украина обязательно получит танки, боевые или реактивные самолеты F-15, F-16, а также дальнобойные ракеты для поражения цели на расстояние в 300 километров от АКНУС. Юрий, скажите, пожалуйста, как бы появление в целом этих истребителей, этих ракет повлияло бы на расклад сил в этой войне? Ну, скажу, что это кардинально повлияло бы на расклад сил в ток-шоу с Кобеевой, это однозначно. Там просто разорвет от всего, потому что они уже об этом говорят, кричат, боятся определенно, понимая, что такие танки, как «Леопард», «Абрамс» или ОТРК «Атакамс» могут сделать с их войсками. В общем, со всей российской армии. Что могут сделать самолеты F-16 современные, так, со всем спектром вооружения, которое они могут нести? Те же ракеты «Харм», которые сегодня есть на наших истребителях, если их применять с F-16, то там тоже другая история. Также и ракеты, про которые уже много говорят, это ракеты «Скальп», которые могут тоже наносить удары с авиационного носителя довольно-таки большое расстояние. Это все очень ужасает российское руководство, и то, что это вооружение просто перевернет все с ног на голову, это однозначно. Юрий, в генштабе вооруженных сил Украины, да и спикер восточной группировки войск вооруженных сил Украины Сергей Череватый, в нашем эфире, в частности, недавно говорил, что оккупанты в последние дни стали чаще использовать авиацию, в частности, на Донбассе. Сообщается о нескольких десятках авиаударов. Расскажите, связано ли это с тем, что, опять же, у оккупантов сейчас наблюдаются проблемы с артиллерийскими снарядами? Ну, авиация – неотъемлемая часть любой операции, либо это наступальная, либо это оборонительная. Поэтому тут без авиации, в принципе, не обходился ни один день этой войны. Работает и авиация оккупантов, и работает наша авиация ежедневно. Я не помню дня, чтобы, ну, может быть, в связи с какими-то крайне сложными метеоусловиями, наши ребята, наши летчики не поднимались в небо. Так они героически летят, входят даже в зону поражения вражеской ПВО, отрабатывают и возвращаются. И некоторые, к сожалению, и не возвращаются. Есть и такие моменты, которые действительно трудные для нас, но это война. Нужно понимать, что есть потери и с нашей стороны. Но авиация противника, вы видите тоже в нашей статистике, это вчера сбитый Су-25, штурмовик врага. Есть результат переговоров от напарника, перехваченный, что не вижу, не вижу напарника. Ну, то есть доказательства даже того, что он сбит, есть. И накануне был сбитый вертолет, беспилотники, там уже их считать трудно, там уже далеко за полторы тысячи. Но на этой неделе особо много таких сообщений от воздушных сил Украины. Особо много, потому что, вот как сказал Сергей Черватый, правильно, есть активность авиации большая. То есть уже неделю практически, ну, после Нового года, когда там оккупанты собрались с новыми силами, в общем, в небе появилось десятки самолетов, то есть 30 иногда до 40, то есть по всей линии боевого столкновения, видно авиационную деятельность. Некоторые работают с расстояния, то есть это истребительная авиация, которая может бить ракетами воздух в поверхность, так, для того, чтобы на расстоянии не выходить в зону ПВО, наносить удары. Но есть штурмовая бомбардировочная авиация, а также вертолеты армейской авиации врага, которые обязаны входить в зону ПВО и там помогать своим атакующим подразделениям. Ну и часто они стоят, опять же, статистикой сбитых целей в украинском штабе. Юрий, вы сказали о том, что в Беларуси сейчас Россия пользуется пятью аэродромами. В сети появились сейчас спутниковые снимки аэродрома «Энгельс-2». Проект «Схемы» пишет, что уменьшилось количество боеспособных самолетов. Это на 7 января, вот как отмечается на снимке. В частности, сейчас там базируется четыре стратегических бомбардировщика ракетоносца Ту-95 и два сверхзвуковых бомбардировщика Ту-160. В декабре прошлого года там было их около двух десятков. Расскажите сейчас, пожалуйста, как далеко все-таки прячут самолеты по-прежнему там же, на Дальнем Востоке? Не только. Есть и в европейской части России аэродромы, и на Дальнем Востоке. Непосредственно в Само-Энгельс, это пять аэродромов около пяти, где дислоцируется стратегическая авиация. Прячутся, не прячутся, но, по крайней мере, улетели. Улетели оттуда и рассредоточились для того, чтобы не находиться в большом количестве в одно время, в одном месте. Ну, по понятным причинам. И понимаем, что, в принципе, это рассредоточение российской стратегической авиации доставляет врагу определенные трудности, но вместе с тем, ну, нам тоже не нужно там особо эйфорию устраивать по этому поводу, потому что, ну, если они запланируют удар, то они слетятся с разных аэродромов в точку, одну там, скажем, в район Каспия, и оттуда смогут наносить удары. Просто подлетное время к точке увеличится, вот и все. Поэтому это хорошо, что так воздействовало, что им трудности доставило вот эти события, но, по крайней мере, это их боевые способности не уменьшило особо. Юрий, спасибо вам большое за этот разговор, за оперативную информацию. Напомню нашим зрителям, Юрий Игнац, спикер командования Воздушных сил Украины, Вооруженных сил Украины, был с нами в эфире Freedom.